Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net Геометрия 10 и 11 класса Таносян задание 741 Основанием четырехугольной пирамиды Высота которой равна h Является параллелограмм Тогда запишем условие Так, дано S, A, B, C, D Это пирамида Пирамида Основанием является параллелограмм Значит, A, B, C, D Параллелограмм Диагонали параллелограмма Перетекаются под углом альфа Изобразим эти диагонали Обозначим точку пересечения диагонали O И запишем, что угол АОД АОД Равен альфа Попарно равные противоположные боковые ребра пирамиды Образуются плоскостью основания углов β и γ Тогда S, A равно S, C, A, S, B равно S, D Это попарно противоположные ребра Так, ну если эти ребра S, A равно S, C, A, S, B равно S, D То тогда вершина пирамиды S проектируется В точку пересечения диагонали параллелограмма Потому что равные наклонные имеют равные проекции И тогда, соответственно, углы, которые образуют эти ребра С и плоскостью основания Это будут углы Угол S, A, O Равен углу S, C, O И эти углы будут равны β А углы S, B, O И угол S, D, O Тоже равны углу И вот эти углы будут равны γ И еще запишем, что нам дана еще высота пирамиды Значит, S, O Это перпендикуляр к A, B, C И запишем, что S, O Равно H И нам нужно найти Объем пирамиды Объем пирамиды равен 1,3 произведения площади основания на высоту Высота нам известна Нужно определить площадь основания Тогда рассмотрим Давайте запишем первое Рассмотрим треугольник S, A, O В этом треугольнике Угол S, A, O Равен β Вот это угол β Тогда запишем, чему равен тангенс β Тангенс β Будет равен отношению противолежащего катета К прилежащему катету A, O Тогда отсюда A, O Но, собственно, как и O, C Потому что это равные проекции равных наклонных Будет равно S, O, S, O На тангенс β А это будет равно H на тангенс β Аналогично, если мы рассмотрим треугольник B, S, O В этом треугольнике угол B будет равен γ Тогда тангенс γ Будет равен отношению S, O к B, O А тогда B, O и O, D Это равные проекции равных наклонных S, B и S, D Будут равны S, O делить на тангенс γ Или будут равны H делить на тангенс γ Ну и второе Поскольку точка O это точка пересечения диагонали То диагональ А, C будет равна 2АО А, O или 2ОС И будет равна 2H делить на тангенс β Ну и, соответственно, диагональ ВД будет равна 2БО И будет равна 2H делить на тангенс γ А теперь воспользуемся формулой площади параллелограмма По известным его диагоналям Площадь параллелограмма А, B, C, D Будет равна половине произведения диагонали А, C на ВД На синус угла между ними На синус угла АОД Тогда это будет равна 2H тангенс β На ВД это 2H тангенс γ Ну и четвертое и последнее Объем пирамиды равен 1,3 произведения площади основания То есть параллелограмма АВЦД И умножить на высоту СО Тогда это будет равно 2,3H в квадрате Давайте сразу напишем в кубе Потому что СО это просто H Синус α делить на синус β И умножить на тангенс β Тангенс β умножить на тангенс γ Ну и на H уже мы умножили Поэтому получилось АВЦКУБИ Это окончательное выражение для объема пирамиды Задание выполнено И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok